Большой морской дракон, в простонародье часто называемым морским дракончиком, принадлежит семейству драконовые или трахиновые. Существует 9 видов морских дракончиков, все они разных размеров. Морской дракончик может вырасти до 40 сантиметров в длину и весить около полтора килограмма. Его тело удлинено, сужено и сжато с боков. На крышке жабр есть длинный шип, обращенный к задней части тела. Яд находится в шипах, найденных на жабрах, и в шипах первого спинного плавника. Яд не смертелен для человека, однако может привести к различным аллергическим реакциям. Рыбы обычно невидимы невооруженным глазом, так как маскируются под песок на мелководье. Морские дракончики распространены в прибрежных водах Европейской Атлантики, в Средиземном и Черном морях, здесь их часто путают с бычком, но способны размножаться вокруг британского побережья в жаркие периоды, когда они становятся опасными для пловцов. Для маскировки они зарываются в песок, начиная с задней части своего тела и хватают добычу, когда она проплывает мимо. Проводят они большую часть своего времени спрятанными на морском дне, с одними только глазами и ядовитым спинным плавником, торчащим из песка. Яд в шипах является нервным ядом и содержит химическое вещество, которое является одним из самых известных мощных веществ, создающих боль. Ядовитый спинной хребет морского дракончика — это защита от потенциальных нападающих. Сначала прокол ощущается как острый укол, но боль быстро усиливается. Самыми распространенными случаями, когда дракончик может ужалить, это во время рыбалки из-за небрежности или даже когда пловец случайно наступает на рыбу во время прогулки по мелководью. На плавнике имеется 5-6 шипов, которые соединены черной мембраной, образуя своеобразную корону, а самые длинные — второй и третий шипы. Есть две щели с железистой тканью, найденные на вершине шипа, откуда поступает яд. Сам шип защищен тонкой мембраной. Во время укола мембрана, защищающая шипы, отодвигается, жало проникает через кожу и из-за давления поступает яд. Яд самцов более сильный, чем у самок, и яд сильнее летом и в период спаривания. Жало очень болезненное. Боль постепенно усиливается и через 15-30 минут становится почти невыносимой. Область вокруг раны набухает. Наиболее распространенными симптомами являются тошнота и потеря сознания. Иногда вокруг области укуса могут появиться мозоли, заполненные прозрачной жидкостью. Также из-за яда можно почувствовать слабость. Симптомы обычно местного значения. Среди других симптомов пострадавший может страдать от сухости во рту, головокружения, рвоты, учащенного сердцебиения и затрудненного дыхания. Раздражение может длиться в течение двух недель. Смерть чрезвычайно редка, хотя дыхательная недостаточность и гангрена были зарегистрированы после проколов. Как избежать прокола кожи морским дракончикам? Есть некоторые основные меры предосторожности, чтобы избежать прокола кожи в местах, где водится морской дракончик. Обратите внимание на предупреждающие знаки на пляже. Рассмотрите возможность ношения гидрокостюма при купании в море, особенно весной и летом. Носите водонепроницаемую обувь или сандалии при ходьбе по мелководью и скалистым участкам. Шаркайте или топайте ногами, когда идете по мелководью, чтобы морские существа знали, что вы приближаетесь. Как действовать, если вы получили укол от морского дракончика. Если вас ужалили на пляже, вы должны обратиться за помощью к одному из спасателей или попросить кого-то, кто обучен наказанию первой помощи. Поскольку все яды, вырабатываемые рыбой, являются термолабильными, это означает, что не разрушаются при высокой температуре, поэтому рекомендуется погрузить поврежденный участок в воду, нагретую до самой высокой температуры, которую можно выдержать и держать его под водой в течение примерно 30-90 минут. Если у вас нет необходимости нагревать воду, то может помочь вода, используемая для охлаждения двигателя, а также любая горячая поверхность, горячие части двигателя, нож или любой металлический предмет, нагретый зажигалкой. Будьте осторожны при разогреве, чтобы не вызвать ожоги кожи. Тепло помогает расщепить яд, а также повышает приток крови к ране, вызывая естественную очистку и исцеление. Немедленно обратитесь за медицинской помощью. Также рекомендуется, если шип застрял в ноге, вытащить его пинцетом или краем банковской карты, но не прикасаться к шипу голыми руками. Контакты с людьми. Яд морского дракончика, прежде всего, известен мучительной болью, которую он вызывает на короткий период времени, после первоначального контакта. Но боль может длиться от нескольких часов до нескольких дней. Фактически, были случаи, когда жертвы укуса страдали в течение четырех месяцев, даже если это кажется редким сценарием. В некоторых случаях боль может доходить до 10 баллов по визуальной аналоговой шкале. В зарегистрированном в 1782 году случае, укушенный рыбак ампутировал собственный палец, чтобы облегчить боль. Даже если есть сообщения о случаях со смертельным исходом, широко распространено мнение, что это связано с вторичными инфекциями и сепсисом, а не самим токсином. Единственная зафиксированная смерть в Великобритании произошла в 1933 году, когда рыбак из Дангенеса получил множественные проколы кожи. Жертва, возможно, умерла от других медицинских причин, усугубленных проколами. Джонатан Уиккинс умер после того, как его укусило неизвестное морское существо у побережья Майорки в 1998 году. Об этом сообщалось, как о возможном проколе морским дракончиком, хотя он не контактировал с морским дном, и некоторые свидетели сообщали, что видели змею в воде. Некоторые последние случаи, когда люди страдали от морского дракончика. Май 2016 года, Великобритания. У 70-летнего мужчины возникли трудности с дыханием, после того, как его прокололи ядовитые шипы пойманной рыбы, которую он подобрал. Мужчина, который подобрал морского дракончика, был доставлен по воздуху в больницу с респираторными проблемами. 26 мая около 8 часов 25 минут мужчина находился на пирсе, в Трефоре, на полуострове Линн, когда произошел инцидент. Рыба ужалила его в руку, и команда береговой охраны была поднята по тревоге. Представитель береговой охраны сказал, что мужчина поднял ее, и она ужалила его в руку. Обычно, это не опасно для жизни жало, но у мужчины начались проблемы с дыханием. Июль 2019 года, Великобритания. После того, как сайт Plymouth Life сообщил о том, как одна из токсичных рыб была замечена на Корнуэльском пляже, читатели поделились своими собственными историями о болезненных встречах с ядовитыми рыбами. Только за одну неделю в разгар сезона «Морских дракончиков» в Корнуэле в 2018 году были ужалены 70 человек. Брайан сказал, «Моя дочь несколько лет назад была ужалена одной из них в руку, когда она копалась в песке. Я никогда не слышал, чтобы она так кричала. В то время мы никогда не слышали о морском дракончике. Но, к счастью, другая семья на пляже помогла нам. Ей было всего 6 лет, и это было ужасно. К счастью, с тех пор это больше не повторялось». Лорен Кларк сказала, «Меня ужалили в прошлый вторник на пляже Боевсанс. Без сомнения, это самая сильная боль, которую я когда-либо испытывала. Если вы случайно встанете, упадете на одну из них, возьмите миску с горячей водой, такой горячей, которую вы можете взять, и поместите свою в ногу в нее». Чарли Клима сказал, «Я стоял на одной из них у Ассандии, когда был помоложе. Представьте себе кипящую воду, бегущую по вашим венам». Элейн Маккорник сказала, «Я упала на одну из них и словно получила удар ножом в палец. Боль была невыносимой. Спасатели проделали потрясающую работу. Промыли вместе прокола, чтобы удалить жало». На этом все о морских дракончиках. Подписывайтесь на канал, если не подписались. И до скорой встречи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok